Разрешите вам всем представить. Екатерина, Катя Крафт, Катеридзе, называйте её как хотите. Именно она, Майнкрафтовский чемпион по Олимпийским играм в звании «Самые длинные прыжки в длину». Вот туда, самые высокие полёты в высоту. И, естественно, самые далёкие броски в бросок. Трезубцем, вот она далеко трезубцы очень бросает. Именно сегодня, спустя годы, годы и годы интенсивных тренировок, спустя кучи, кучи и кучи моих потраченных нервов на то, чтобы сделать Екатерину самой лучшей Майнкрафтершей на этой планете. Именно сегодня она нам продемонстрирует самый длинный прыжок с палубы крыльями в длину. Катя, Екатерина. Я это, я это, Катя Крафт, Катя Крафт, я на связи, да. Я сейчас нахожусь на этой вышке замечательной, которую построили вот это вот государство Майнкрафта. Да, да, спасибо вам большое за предоставленные возможности нам, спортсменам мирового уровня. И да, я сейчас начинаю прыгать. Раз, два, прыгаю. Раз, два. Ой. Ты крылья почему не раскрыла? Их надо было раскрывать? Ну, два раза на пробел надо нажать, чтобы раскрылись крылья. А-а-а. Да, нормально, так пойдет. Спуся годы, годы, годы тренировок Катя Крафт в очередной раз нам доказала, что она Катя Нуб, а не Катя Крафт. Ладно, еще примерно 4 сезона выживания, еще примерно 6 лет записи ежедневных роликов, и возможно тогда Катя научится играть в мунструкт. Катя, вам слово. Я честно признаю свое поражение, да, просто сегодня погодные условия не смогли мне помочь немножечко, поэтому я такая... Сегодня погодные условия, сегодня морские духы и, естественно, Чебурак с Милкой не смогли помочь. Вот Екатерине сегодня, у Кати запор, короче, все что угодно, но только не то, что Катя нубососина. Все не так в этой жизни, но Катя крафт, да. Но зато я сейчас покажу то, что я уже давным-давно планировал и тебе тоже покажу. Кстати, но перед этим нам с тобой нужно собрать немножко тростничка и я тебе покажу, я тебе так покажу, как надо летать вот в этой жизни. Давай за мной, давай сюда, быстро. Да я умею летать. А, умеешь, берем тростничок, с помощью тростничка мы прямо сейчас сами сделаем как можно больше бумажки, вот примерно как-то вот так. То есть, двадцать одна бумажка, плюс к этому всему заберем весь порох, который есть у нас здесь и заберем всю бумагу, которая у меня есть прямо сейчас в сундуках. Делаем так, делаем так, и у нас с вами получается почти три стака фейерверка. Это на самом деле офигеть как много, не зря мы столько много гасили вот этих криперюк, потому что у нас почти два стака пороха. И вот так, и вот так, давай, давай, иди сюда, иди за мной, иди за мной. Представь, пожалуйста, меня в эту секунду, сейчас, стой там снизу, стой там, где я стоял, стой там снизу. Представь, пожалуйста, меня, давай. О, это будет сложно, но я попытаюсь. Давай. А, представляю вашему вниманию, какашка. Думаю, что я скажу, что ты король Майнкрафта. Нет, в общем, это Едуард Пипипукович Пипипистонский, лучший в мире прыжок, прыжок, шганский, который умеет выполнять различные трюки в воздухе, в море, в огне и в земле. Все уже, давай, лети, я не умею представлять людей, давай. Смотри, как это делается настоящими профессионалами в настоящей Майнкрафте. Сальтуху, сальтуху замути в воздухе. Какую я тебе сейчас сальтуху замучу, давай, короче, раз, два, три. Я почему-то думала, что ты сейчас упадешь в воду, и я буду доугершать. Ну я же не такой дубас, как ты, чтобы в воду падать. Это не честно. Дай мне фейерверк. Здравствуйте. Неааа, сейчас я, ну все, ладно, я упал в воду. Все, все, ты, ты достигла той цели, которую я запланировал в самом начале. Короче, Екатерина, давайте сейчас, перед тем, как мы отправимся в дальнейшие наши путешествия, я Катю все же должен научить. Что-то опять не получилось, да? Ну да, немножко не получилось. У меня вообще, в принципе, ничего в этой жизни не получается. Тоже верно, тоже верно. Держи. Держи. 43 фейерверка. Короче, то же самое. Прыгаешь, нажимаешь еще раз пробел, открываешь крылья, летишь, возьми фейерверк в руку. Как только ты уже будешь лететь, тебе просто нужно будет тыкнуть один раз на фейерверк, чтобы тебе дал еще толчок под задницу. Правой? Да, правой. Только, пожалуйста, не трать очень много фейерверков. Хорошо, W два раза пробел. Да, да. Или два раза W пробел. Ээээ, ну, смы... И то два раза, и то два раза. Хорошо, так, давайте. Раз, два, погнали. Прыгаем! Аааа! Ааа, да поч... Так, чтобы полететь вперед, надо смотреть вперед, а не внизу. Ты с воду, ты сейчас хлюпнулась, как какая-то, не знаю, подводный катамаран какой-то. Вперед, смотри, чтобы вперед идти, Кать. Сегодня у нас, короче, прям обучение. Кать, ну не позорь меня перед подписчиками. Ну, последний разочек сейчас попробую, и все. Если не получится, я снимаю с себя полномочия носить крылья. Хорошо, давай. То же самое берешь, только когда... Один раз тыкни... Вот, все! Молодец! Когда будешь чувствовать то, что у тебя мало скорости, еще раз нажимай фейерверк, чтобы тебе еще раз подтолкнуло вот это. Нажимай, 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 у тебя мало скорости, нажимай. У-у-у-у! Ура! Мы ее научили летать. Кать, ты рада? Ой, я мимо пролетела? Ну, немножко, да. Блин! Ну, ты молодец, ну ты молодец. А сейчас я попрошу тебя выйти. Выйди из игры, пожалуйста, на секунду. Эм. Выйди, выйди. А все это связано с тем, что в предыдущей серии меня и Катю обвинили в том, что мы читеры. Почему? Потому что в чате было написано сообщение в самом начале серии, что Катя якобы переключила режим игры на режим выживания с какого-то другого режима. Ну, сейчас я тебе все сам объясню. Кать, заходи в Майнкрафт. Да, сейчас. Я захожу, подключаюсь к серверу. Угу, угу, угу. И что я вижу, когда захожу в Майнкрафт? Конечно же, я в режиме... Наблюдателя. Катя, наблюдатель. То есть каждый раз, когда человек подключается друг к другу на сервер, почему-то у нас включается режим наблюдателя. И чтобы Катя смогла со мной играть, Катя, включай режим выживания. Да, я вот ввожу. Я в моде сурвивал. Вау. Оп. Все, я с вами. Вот оно, что было в предыдущей серии. А то начали там третью майнкрафтовскую мировую войну. Аааа. Читеры. Ааа. Мамчики, вот это все. Да мы просто на север подключились, Катя. Я-то верю. Я знаю. Все. Отправляемся в путешествие. Все. У нас очень много сегодня планов. Погнали. Куда? 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 Ё-працеты. Сколько можно? Так. Ой, мне нужно свою лодку уже иметь, мне с тобой не передвигаться никогда. А? Посмотрите на него, а? Посмотрите на него. Остановись! Остановись! Догоняй. Догоняй. Догоняй, догоняй, догоняй. Развиваем пловчицкие навыки твои. Давай, Катя. На спине, на спине. Давай, давай, давай. Ашалас. Да, у меня сейчас клавиши залипнут, блин. Господи. Что за издевательство? Поплыли, поплыли. Я предлагаю перед тем, как я расскажу Кате, куда мы в этой серии отправляемся, потому что на самом деле она сама еще не знает. Катя, спой нам, пожалуйста, юбилейную песенку. Вот прям, прямо сейчас, в этом открытом океане. Давай. Юбилейную? Да. Вы готовы, дети? Мы готовы, капитан! Кто? Кто проживает на дне океана? Спанч Боб! Сквэпенс. Сквэпенс, хорошо. Желтый, губка, ойш, без изъяна. Спанч Боб, сквэпенс! Кто так живого, как рыба в воде? Спанч Боб, сквэпенс! Спанч Боб, сквэпенс! Спанч Боб, сквэпенс! Спанч Боб, сквэпенс! Пара-пара-пам! Пф! Деградируем вместе, дети. Добро пожаловать в наш сезон выживания. Ого, ты уплыл от меня! Эээ, куда мы едем? Куда мы едем опять? Мм? Не знаю. В смысле, ты не знаешь? Куда вы, за бургерами поехали? Не скажу. Не? За гавайскими? Да, в Красти Крабс мы с тобой поехали. Ииии! Не, серьезно, в супермаркет за едой. Не скажу. За шмотками? Не скажу. Блин. О! Что это было сейчас? Так, ты видишь, что впереди нас находится? Нет, не вижу, я вижу только твой шлем. Она мой шлем видит. Хорошо, хорошо, что она не видит. У тебя есть одна попытка из миллиарда, чтобы угадать, куда мы прямо сейчас едем. Я просто нашел вот эту фигню до начала записи этого ролика. Я ее искал примерно... Я, честно, врать не буду, часа три. Наконец-то нашел координаты и решил показать это Кате, потому что она никогда еще это не видела. Одна попытка, чтобы угадать, куда мы с тобой приехали. Приплыли. Так, ну это какой-то биом. Да логично, да, да, хорошо. Ну, по идее, я помню, какой мы биом мы должны были еще увидеть. Ну, честно тебе скажу, есть еще три вещи, которые я тебе хочу показать в ближайшем будущем. Которые ты еще не видела. Так, ну я предполагаю, что это грибной биом. Ну, неплохо, неплохо. Ну, с 38-го раза она все же догадалась. Это да! Это грибной биом! Подожди, а чем отличается грибной биом от тех грибов, которые... А, вот в чем. Вот в чем. Ну, она имеет в виду, чем отличается этот грибной биом от того биома, который в лесу. Ну, там же тоже, как бы, грибы есть. Вот чем они! Тут какие-то коровы? Да, смотри. Грибные коровы! Красно-бело-грибные! Мухоморки. А их есть можно? Ну, попробуй, я не знаю, попробуй. Ты знаешь! Ну, попробуй съесть! Ну, сейчас. Давай! Так. А, нет, обычное мясо! Ну, так ты подожди, подожди, подожди! Не все так просто! Я тебе покажу сейчас, как это все делается. Короче, держи ножницы. Поднимай ножницы. Сзади тебя. И попробуй постричь корову. Зачем? Попробуй постричь корову, чтобы увидеть, что произойдет. Давай. Ой. Иди сюда. А-а-а! А-а-а-а-а! Вот! С каждой коровки можно состричь эти все грибы и сделать ее обычной, нормальной, человеческой коровичьей коровой. Ай, ты сейчас всех, да? Бедные коровки! Заразил какой-то их вирус, да? Все стали грибными. И Катя сейчас всем поможет, да? Да, я добрый доктор Катя. Сейчас вам всем поможет. Иди сюда. Мы сейчас будем полчаса ходить и каждую коровку излечать. Так ты хотя бы за ними собирай вот эти грибы. Мы же дома еще супчик с тобой должны приготовить потом. Какой супчик? Нормальный человек. А с этого ничего не выпадает? Я думал, что с этого выпадает. А с этого не выпадает. Че? Иди сюда. Что? Ты где? Смотри, сколько здесь коров. Видите, какое опупленное мы нашли занятие Кати на эту серию. Пока Катя излечивает всех коров, я буду собирать грибочки. Потому что, как-никак, Катю еще надо научить готовить всю еду в Майнкрафте. А одна из этой всей еды, это грибной супчик. Для грибного супчика нужны грибочки. Поэтому собираем как можно больше грибочков, чтобы Катя накормила практически... То есть, ты их сначала вылечила, а потом просто запустила на фарш? Ну, а для чего они еще нужны? Нам же нужно много мяса, много еды. А зачем ты их лечила тогда изначально? Просто прикольный звук был. Так, и сейчас самое главное, что я хотел, ради чего я сюда прибежал. Пошли. Ну, давай, удиви меня. Ой. Не! Не-е-е-е-е! Да-а-а-а-а-а. Пошли, 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 пошли. Ты просто прикинь. Я тут на секунду прикинул. У нас дома есть корова, которая живет вверх ногами. И прямо сейчас я везу домой грибную корову. А что будет, если свести одну ненормальную корову с другой грибной коровой? Прикинь, какие у них дети будут. А их можно сводить? Я не знаю, честно. Вот как раз я... Подожди, 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 подожди. Ты видел хоть раз маленьких коровяток? Честно, не помню. Ну вот, мне кажется, поэтому нельзя их свести. Если бы их можно было, рядом с этим бегали маленькие. Ну подожди, свиней свести можно? Можно. Кошек свести можно? Можно. Лису, собаку, коней, мулов, ослов. Всех можно. Логично, что тогда корову тоже можно. Ну давай попробуем, мне даже самое уже интересно, поэтому давай. Ну давай. Катя, если что, я с ней поеду, а вот ты давай пушком. Давай, пока. Встретимся дома. У тебя есть крылья, у тебя есть фейерверки, давай лети домой. Эм. Что ж. Пока. Ну ты где там? Ааа. Я вижу тебя. Репую. Ты так быстро домой добралась? Конечно, у меня же крылья быстрее, чем твоя тарантаик. Логично, логично, логично. Так, это мы, значит, сюда. А потом, после этого мы, значит, ломаем вот это. Ломаем, ломаем вот это. После этого мы берем поводок. И тебя я предлагаю вот проводить вот сюда, вот сюда, вот здесь, вот. Так, честно, я не имею ни малейшего понятия, что из этого получится. Это, ну, непересекаемые между собой коровы, но если у вас получится красивое потомство, мой вам респект. Сейчас приду. Так, а чем их кормить, я не помню. То ли пшеницей, то ли семенами. Эээ. Как ты думаешь, Катя, что из этого получится? Мне кажется, просто обычная корова получится, просто маленькая. Теленок. Ну, мне кажется, что вообще ничего не получится. Думаешь, ничего не получится? Перед тем, как мы сделаем вот это, как мы засватаем вот этих двух коров. Да, ты уже кушать хочешь, да? Перед тем, как мы их сведем между собой, напиши в комментах, как ты думаешь, что получится. Может, уже кто-то из вас это делал, но я впервые это делаю. Ладно, давай. Тебе покупкать и тебе покупать. И сейчас кукайтесь между друг другом. А может их надо открепить, я не знаю. Может, вот так надо сделать. Вот, вот, вот так, между... Ну, тебя я кормлю и тебя кормлю. Давайте, вот это. Дух-дурух. Не-а. Не хотят. Да сделайте что-то в этой жизни. Вот, я тебя кормлю и тебя кормлю. Давай. Дай мне, дай я покормлю. Держи. Ням. Ням. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что, реально ничего, кроме как жрать в этой жизни, не хотите делать? Ну, ребята, ну давайте. Мы тут такой... Мы тут шоу такое хотели устроить для подписчиков. И в итоге ничего не получается. Ну, давай. Кать, нам нужно срочно выход найти как-то с этой ситуации. Подписчики просто ожидают вот это, пока новый кто-то у нас в семье появится. А мы их подводим немножко. Сейчас, подожди. У меня есть решение. У меня есть решение. Мне сказали, что золотые яблоки могут творить чудеса. Поэтому я сейчас приду. Кать! Я? Выведи Маргаритку на улицу. Чтобы вспомнить, кто из них Маргарита. Ага. Ага. Получается вот так. Мне сказали, что чтобы у нас получилось свести Стёпу и Маргариту, надо это сделать с помощью золотых яблок. Мастер и Маргарита. Дети, пора возвращаться на землю. Катя, слезь с неё. Слезь на секундочку. Вот так вот. Опа. Какие мы молодцы. Садись на неё и выезжай отсюда. Ты её перевернул? Да, давай, давай. Быстренько, быстренько. Выезжай. Как ты это сделал? Выезжай обратно. Ага. И загоняй её вот сюда, к Стёпе. Тут, туда, туда. Давай. Ага. Ага. Вот так вот. Всё, слезай. Слезай. Давай, выходи. И если у нас сейчас получится, то мы сделаем мула. Так. Держи. Держи золотое яблоко для тебя и золотое яблоко для меня. Я кормлю Стёпу. Ладно, ты мне его обратно выкинула. И кормлю Маргариту. Это любовь? А-а! да подожди чё ты его сразу вот это да подожди пускай хотя бы с родителями познакомиться только что на свет появился я не знаю как его называть вот как раз и в таких случаях нам всегда нужна помощь твоя помощь напиши в коментах как ты думаешь как можно назвать вот это я предлагаю или елисей или прохор и файл чин валя валя слушай тоже неплохо может эрнест эрнест рикардо сразу педро 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 пишите в коментах когда заняту новую мелкую паписяку маргарита мастер поздравь ее как оказалось в конечном итоге мастер и маргарита это брат и сестра а не жена и жених сложно у нас списку поставили все можно серию заканчивать ну и разумеется то что в следующей серии будет только больше потому что наше обучение кати еще не подошло конца так же как и наш сезон выживание ну а ты подписывайся на канал чтобы не пропускать новые серии все пока а стекло зачем надо было ломать да мне розовый надоел чон какой-то девчачий так потому что может и девчонка а все пока катина логика и и и и Субтитры подогнал «Симон»!